Слава Украине! Террорист Путин, не выходя из морозильной камеры, занялся привычным ему делом, шантажом. Итак, что он предложил? Значит, смотрите, мы прекрасно знаем, что в ответ на абсолютно справедливую блокировку российских платежных, российских средств, российских финансов и прочие лабуды на Западе, что сделано было абсолютно правильно и корректно, с тем, чтобы передать это все в Украину, по мере того, как в Украине это будет нужно, бандит и террорист Путин начал блокировку средств западных компаний, которые сделали такую глупость в свое время, дурканули, и поперлись сделать, зашибать деньгу на Россию. Я тысячу раз говорил, что на России, на так называемое, мы все помним, что имя ворованное и никакого отношения к Москве не имеет. Так вот, на этой самой Москве делать бизнес могут два вида людей. Первый это швицеры, которые там быстренько сделали, сделали оборудку и исчезли с этого рынка вместе с деньгами. Это правильный бизнес. А второй это наивные дураки или розовые пони, или в розовых таких гачках, которые говорят, ой, Россия сейчас хорошая, посмотрите, да, там замечательный бизнес климат, мы там построим завод, мы там будем долго делать бизнес. Это дураки, или дурачки их можно так сказать, наивные дурачки с планеты розовых пони. Их поставили на место очень быстро, и начали конфисковывать у них все, что они там понастроили. Естественно, надо понимать, что никакой пользы с этого рожиста, конечно же, не поимели, потому что ни один завод они запустить не смогли после того, как ушли хозяева. Нет, ну как-то оно там работает через пень-колоду, понятно, что может на 10-15% от мощности. Просто демонстрируют, что они там что-то делают. Если там 600 человек работало, то осталось 16 человек, которые ходят, заплевывают цех с утра семечками, и подметают его иногда. Это значит, что завод работает. Ну, чтобы вы понимали, как оно сейчас все работает. И он кучу заводов, в том числе, вот у этого уже Карлсберга позабирали, да? Ну, в следующий раз будут знать, как на России деньги зарабатывать. Вот. Но дело не в этом. Значит, что предлагает террорист Путин? Он предлагает шантаж. Значит, он говорит, давайте я освобожу ваше предприятие, точнее, давайте так, он говорит. Давайте вот у вас есть какое-то количество денег, которое, огромное количество, 300 миллиардов долларов, которые вы российских задержали. А у него там есть, может, на 10-15 миллиардов долларов, которые он задержал там на России, так называемой. И он говорит, ну, давайте я вам верну вот это соответствующее количество, а вы мне вернете соответствующее количество денег. Вот такое. То есть, чистый шантаж, да? Можно ли Западу на это идти? Конечно же, ни в коем случае на это идти нельзя. Вот эти вот деньги, которые путем шантажа Путин пытается выманить у Запада, то есть расчехлив на некоторое время финансы и средства, которые были у западных компаний на России, западное правительство вполне спокойно и безболезненно могут взять и помочь своим компаниям, если считают нужным, которые попали в беду на так называемой России, и помочь им напрямую провести переговоры, посмотреть, что там было на самом деле, и, как говорится, решить этот вопрос внутри. Ни в коем случае с террористом и шантажистом нельзя идти на какой-то компромисс. Ведь посмотрите, вот эти деньги, которые там у них лежат, это, как правило, деньги все равно в долларах там оно есть и так далее. Они их использовать не могут. Потому что как Россия, так называемая, может использовать доллары? Да никак. А как они евро могут использовать? Никак. Иены как могут использовать? Никак. А если там есть эти средства в фублях, а кому эти фубли нужны? Что вы за них можете купить? Деревянный туалет. Я говорю, честно, вот что за фубли купить можно? Торти, кило пельменей, кубльда, барана. Ничего нельзя купить. Фубль это не деньги. Поэтому, конечно же, ни в коем случае западным странам нельзя идти на поводу шантажиста из Бразильника. И ни в коем случае нельзя идти ни на какие компромиссы, ни в коем случае нельзя идти ни на какие договорняки. Потому что один договорняк ведет за собой другой договорняк. Понимаете? А с этим и нельзя. С Гитлером переговоров вести нельзя. Посмотрите. Мне там тысячу раз не нравится Сталин, там еще прочее. Но с Гитлером переговоров не вели. Видите как? Его добивали. Так и с товарищем из морозилки. Надо с ним разобраться. Раз и навсегда. Ну или с тем, кто выдает себе за товарища из морозилки. Не знаю, кто у них там рулит. Вопрос в принципе. С шантажистом разговаривать не о чем. С шантажистом договариваться нельзя. Если, понимаете, еще один момент. Если он только почувствует, что ему, что с ним пошли на сделку, это моментально по первому каналу понесут. Да Россия вышла из-под удара. Да Россия великая, могучая. Да с ними опять встречались уже не экваториальная Гвинея. А там еще кто-то с нами встретился. Третий разрядный чиновник из Страсбурга. И даже, да, позволил поддержать, Лаврову почистить свои ботинки. Ни в коем случае. Лавров должен стоять возле туалета и пытаться там, пока люди моют руки, знаете, после туалета. Вот они как и с Путиным любят, там стоят и шмылят кого-то, значит, поймал. Я говорю, помните, как это, кто там? Путин, по-моему, поймал этого. О, Джорджа Буша-младшего, по-моему, возле туалета. Стоял полчаса, пока тот выходил. Он говорит, я с ним провел переговоры. Ну да, ты же вокруг него там бегал, вокруг туалета. Вот. Ну вот таким вот образом. То есть, ребята, смысл в том, что ни на какие разговоры с шантажистами идти нельзя. С компаниями можно разобраться совершенно по-другому. Кстати, поставим в условие никогда в жизни не иметь дела с Россией. Вот, чтобы они просто понимали. И чтобы это стало достоянием гласности, чтобы каждый, кто по своей глупости, либо наивности хотел бы когда-нибудь иметь дело на России, так вот, чтобы смотрел на судьбу вот этих компаний, сказал, да нет, свят, 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 да ну его, да ну его в барабан. Вы что, ребята? Зачем мне такое, зачем мне такое счастье? Зачем мне в этот Лепрозорий ехать? Ведь мир большой, красивый, зеленый. А куча дерьма, она только там. За поребриком.